Книга «Открытым оком», третий том, тема молитвы, вопрос 1062. «Почему говорят вашими святыми молитвами, а мы грешные?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Иеремия, 23.30. «Посему вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга». В эту фразу говорящие не вкладывают никакого смысла и не кодят пустой кодильницей. Но в этом что-то есть, как любил повторять отец Александр Мень. Когда мне так говорят, то я вспоминаю, что или не молился об этом, или забыл, когда молился. Олейский архимандрит Герман на такую фразу отвечал, что совсем уж плохо. Иакова 5.16. «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться, много может усиленная молитва праведного». Галатам 6.2. «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». «Молись, дитя, сомнение камень в твоей груди не тяготит. В твоей молитве чистый пламень святой любовью горит. Молись, дитя, тебе внимает дворец бесчисленных миров и капли слез твоих считает, и отвечать тебе готов. Быть может, ангел твой хранитель все эти слезы соберет и их в надземную обитель к престолу Бога отнесет. Молись, дитя, мужай слетами и дай Бог в пору поздних лет такими ж светлыми очами. Тебе глядеть на Божий свет, но если жизнь тебя измучит и ум из сердца возмутит, но если жизнь роптать научит, любовь и веру погасит, примит ли, с жаркими слезами креста подножье обойми. Ты примиришься с небесами, самим собою и с людьми, и вновь тогда из райской сени хранитель ангел твой сойдет, и за тебя, склонив колени, молитву к Богу вознесет. Иван Савич Никитин. Богу нашему слава всегда, ныне и пресно, и вовеки веков. Аминь.